Джейк Пол против Тайрона Вудли 2 уже завтра. Вау, буквально вчера был их первый поединок. Время летит неимоверно быстро. Друзья, с вами Страйкер и сегодняшнее видео будет посвящено разбору реванша Вудли и Пола. Сможет ли Тайрон поквитаться и смыть позор со своего имени? Или же Пол опять победит? Разберемся. Не забывайте пожалуйста про лайк и комментарий из четырех слов, а также про подписку с колокольчиком, чтобы не пропускать ничего интересного. Окей, мы начинаем, погнали. Итак, мы получили именно этот бой лишь из-за того, что Томми Фьюри слетел с поединка и на замену вышел Тайрон. Короткое уведомление, все дела. Вудли так сильно хотел реваншировать поражение в августе, что даже принял поединок абсолютно не на равных условиях. Пол готовился к боксеру даже более высокого калибра, нежели Вудли. Поэтому непонятно, есть ли вообще интрига, учитывая маленькую подготовку бывшего чемпиона UFC. Возможно, Тайрон вышел за хорошего чека, или же он все-таки все это время готовился и понимал, что есть шанс выйти на замену. Во всяком случае, мы имеем именно реванш между этими двумя. Как прошел первый поединок? На самом деле, я, как и многие другие фанаты ММА, переоценил навыки Тайрона Вудли. Так он делал все то же самое, что в UFC. Втыкал и ничего не делал. Время от времени запускал оверхенд. Стоит отметить, что его правая все-таки почти достигла цели, но Пола удержали канаты, и последующие раунды он смог также выиграть. Помимо этого момента, поединок даже близко не был в сторону Вудли. Непонятные упреки многими фанатами, что вот, мол, засудили и так далее. Джек забрал 6 из 8 раундов, и логично, что победителем из боя вышел именно он. Тайрон сразу после поражения запросил реванш и добивался его долго. Настолько, что даже принял условия оппонента, а точнее набил тату. Я люблю Джека Пола. Настоящее безумие, но 40-летний мужчина реально смог себе позволить это сделать. Правда, Тайрона опрокинули. Так, Джек выбрал Фьюри в оппоненты. Но по итогу судьба оказалась благосклонна к Вудли, и он получил свой реванш. Не зря все-таки набил тату. Ну, по крайней мере, будем надеяться на это. Вообще, я за Джека в этом бою, но если Тайрон после всего этого еще и улетит в тяжелый нокаут, будет максимально обидно за него, несмотря на мое отношение к Тайрону. Хотя, это будет повод для одного видоса, который мы выпустим в случае поражения уроженца Фергусина. Если что, это город такой. Окей, немного обсудили вводную часть, но что нам ожидать в повторном бою? Итак, повторюсь, но в первом поединке, блин, Вудли просто стоял, втыкал и ничего не делал. И еще и проиграл с плитом. Не дошло до него, что оказывается надо соперника-то вырубать. Это просто лютейший кринж. Типа, у него были моменты, когда он мог попереть вперед, дожать. Но даже после нокдауна он какого-то фига начал крутить рукой. Типа, чел, лол, зачем ты это делаешь? Чтобы что? Объясни нам, может мы не понимаем. Может крутить рукой. После того, как ты жестко потряс оппонента, это норма. Не знаю, Пол боксирует в разы лучше, чем Вудли. Просто не обладает жуткой силой в руках, как Тайран. Да, Джейк тоже может вырубать людей и почти все его победы за счет нокаутов. Но Ти Вуд бомба, это что-то другое, мужик. Джейку, по идее, ничего придумывать нового и не нужно. Вудли, если даже попытается притинговать, как это было в первом бою, он будет ловить встречные удары и ничего этому не сделает. У Тайрана есть шансы в первых раундах как-то задеть блогера. Но если он этого не сделает, то скорее всего вновь проиграет. Победы по очкам даже не пахнет. Пол перебьет. И даже если бой выйдет плюс-минус равным, руку поднимут именно Джейку. Он лучше двигается, работает именно как боксер, а не боец ММА. Поэтому в чистой технике, без каких-либо сомнений, должен быть лучше Пол. Вот тут уже может быть не все так радужно для Джейка. Так все-таки в первом бою его поймали. И нет-нет, близок к поражению он был. У Вудли всегда есть шанс панчера. И если, например, в теории Пол не начнет клинчевать, пропустив тяжелый удар, то скорее всего Тайран может и дожать. Но тут больше проблема в неопытности Вудли, как боксера. В боксе добивание другое, да и работа в общем сильно отличается от ММА. Возможно все дело привычки. Но как по мне очевидно, что сила должна быть на стороне Тайрана. И в клинче тем более преимущество будет за базовым борцом. И вообще до какого-то времени защита Вудли считалась чуть ли не идеальной. Как-то так. Вносливости отдам предпочтение Джейку. Так он прошел полный лагерь, а Вудли вышел на коротком уведомлении. Вообще у Тайрана больше опыта в затяженных боях. Но как мы увидели, это ему не сильно помогло в первом бою, так как он отдавал последние раунды. По ментальности очевидно, что Джейку победа важнее, чем Тайрону. Ну типа камон. Вудли уже зашкварился настолько сильно, что даже поражение глухим нокаутом ему не будет ничего стоить. По луже нужно строить хорошую карьеру. Он понимает, что если проиграет даже не боксеру, хоть и бывшему чемпиону UFC, все его буквально съедят. Снова рассуждать, как пройдет поединок нет смысла. Поэтому мы просто рассмотрим самые вероятные исходы в этой встрече. Итак, мне кажется, что бой закончится досрочно. Нужно ставить прям жирную точку в этом поединке, чтобы не было никаких вопросов. Далее, тотал меньше шести с половиной. И победа Джека Пола. Блогеры выходят прям огромным фаворитом, что и понятно. Вряд ли Вудли достаточно пристроился, чтобы показать что-то новое. А короткое уведомление вовсе убивает все шансы Тайрона на успех. Да и к тому же не особо хочется видеть трилогию в случае поражения Пола. Поэтому как-то так. А что вы думаете об этом всем, друзья? Шокирует ли Тайрон мир? Или сценарий первого боя повторится? Жду ваше мнение в комментариях. Ребята, не выключайте видео. У меня есть небольшое приложение к вам. Давайте вы перейдете в мой инстаграм и подпишитесь на него. А я взамен гарантирую вам неплохое времяпровождение с помощью интересных сториз, публикаций, анонсов и, конечно же, прямых эфиров. Но взамен вы должны проявить адекватность. Хейтеры отправляются моментально в ЧАЭС. Жду вашу подписку, друзья. Ну что же, ребята, вот и подошел ролик к концу. Если он вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и обязательно поделитесь всем с друзьями. Многие недооценивают, насколько важен репост. Поэтому судьба канала в ваших руках, друзья. До скорых встреч, увидимся в следующих видео.